Привет, друзья! Ну что, как видите, людьми все задрайны. Шторм. Но благо, волна высокая, длинная, где-то 11-12 метров. Но если я чувствую, что она длинная и высокая, получается, что и с одной стороны, только что можно угадать, носом упираешься, и все время бум, бум. Короче, нормально. Нет, что одна с одной стороны, другая с другой, другая в бок. За счет этого еще все стоит, еще не болтает, не качает, образом говоря. Но сейчас закончится ночью. Начнется уже, ребята, отходня, как говорится, и тогда уже, блядь, начнет вот с одной, с другой, сзади. И вот так вот хуже будет, чем сейчас. Это однозначно. Ладно, все это о погоде. Все не приготовлю гороховый суп. Гороховый суп. Чуть схоже покажу основу. Варил бульон с прошутка кости. Хамон оставался от сменщиков. И чуть-чуть это мясо, когда на кассе слегнулось дает, сварил. И сейчас буду вот супчик варить. Лук, морковка, картошка, горох зеленый. Короче, погнали его готовить. Нарезаем сначала овощи. Кастрюля уже с толстым ног постала развиваться. Кручок. Сразу его. Кастрюлю. Растительного масла. Морковь. Пару штучек небольших. Я уже говорил в каком-то видосе, в принципе, все супы, я так говорю, изначально уже обжариваю, тоже в костыке там, где я варю, но есть буду суп. Только отдельно наквариваю бульон, если есть кости. В моем случае это остатки прошу. Морковь. Завершаем все. Завершаем сейчас щасочек. Порубим чеснок. Завершаем все. Картофель. Крючок. Я немного тоже на такую форму. Тоже на такую форму. Горох заранее не отмачиваю. В течение получаса. Хорошо разваливается. Не вижу смысла. Картофель. Так. Сейчас я покажу вам кость. Ну а сам бульончик и кость везде. Отберу. Добавлю суп. Там кусочки хамона по краям есть. Что, время бульона заливать? Семный такой. Как будто говяжий. Теперь время гороха. Вот такого плана зеленый горох. Вот уже пробыл. Добавляю суп. Сейчас кипит. На единичку. Минут тридцать и будет готов суп. Чуть позже еще добавлю мясо. И сейчас еще один рецептик покажу. Рыбу, рыбу сегодня будем делать. На обед. Рыбу у меня каждый обед. А рыбу сделаю по поводу. С витчеви соусом. Сложу овощи по рублю. Поджарю. С витчеви соусом. Рыбу порционными пусками. Соль перец. Сверх этим соусом. Здесь свою духовку. Редик. О! Пробнеслась. Пошла ванна горячая. Что поделаешь? Главное, чтобы не все время так бам-бам-бам. Сейчас прилетит. Когда-то там. Другой метров. У меня нас волна. Вот и подкидывает. Или уже в direction меняется направление. Ну что поделать? Еще не остается пока работать. Рубим бок. Опа. С машиной что ли какая-то стимулизация? Проверим. Проверим. Глюк какой-то походу. Так. Ладно. Давай дальше. Герчик. в струлю поставить. Пару морковочек. Сейчас тоже нашу яйчик подрух. И будет готово. Еще на обед мексиканская говядина. Салса с бобами. С фасолью, то есть и говядина, нога, с порционными кусями, со специями обжарены, с поворотной куковью на час закину, 200, будет 200. Так, кастрюль разогревается, сейчас вот еще чесночок, 3-4 зубчика. Сейчас все это обжарим, и второе, второе, второе на обедный блюдо. А на ужин у меня карри, чикен, карри куриная и ребры барбекю. А свиные уже маринуются. Масло. Все, погнали овощи. Все, супец закипел. Овощи жарятся по дрымку. Вот это и госточка. На, закидывай, закидывай, рефически. Ну, вот, в принципе, все такое. Стараюсь, когда качает, поменьше сковород, жаркий, потому что, ну, все это может привести к большим траболам жир туда-сюда. Поменьше, так, так, чтобы-то по-быстрому обжарил соус, духовку, 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 нормально закрепил, чтобы он еще не разбалкал. И главное, чтобы так угадать, если соусное блюдо, чтобы не переливалось, и оно начинает потом гореть духовку на дно. Капы, ну, ничего хорошего. Соблюдать надо на количество мяса и соуса. Вот, смотрите, мяску, которую отделил от кости. Сейчас интересно. Кому он интересный поемок. Регтоватый так еще еще. Непонятно. Вспоминаю деревню Копченка, когда тоже там большие ноги коптили в бане. Вот, когда заканчивался тоже все копченки, там кость была, тоже варили супы, щавель там, помню, больше. Люди вот, например, на то же самое вкусе, как если сейчас вот это сделал. Еще и время соуса. Вот такое вот в любом магазине можно купить. Ну, в супермаркете. В любом не будет, а в супермаркете там будет. Все, считай, готово. Сейчас пропушу еще. Минутки 3-4. Добавлю соль, перец. Чеснок есть. И динджер-паудер. Динджер-паудер, то бишь, имбирь. А вот сама рыбка, то, что я говорил. Порсионные куски соль, перец готова. Сверху соус, духовка. Ну, вот это лёпрышки на обед. Порк сперрибс. Все не по-простому, ничего не выдумывал. Соль, перец уже готовый, барбекю соус заправил. Все. Не та погода, чтобы тут выхабениваться. Ну, и вот порезана уже куриная грудь. Чикенбрест на гарри. Так, по специи кориандр молотный. Кумим, добежь сыра в порошке. Все, суп готов. Так, люблю я. Гороховые супы добавить сыру и кориандр. Придаёт, а сейчас чуть более, можно сказать, с копченкой, с вяленым мясом. Бульон. То есть кусочки мяса остались. Песня и супа-песня. Ну, вот рыбка готова. Говядина. Мексиканский суп. Ну, и всё, как бы. Суп показал, ну, и тут овощи. Всё, надо идти в горизонт. Ну, что, друзья, показал ещё вам два быстрых рецепта. Рыба и суп. Ну, суп все такой, думаю, делали и будут делать, смотря кто. Ну, и рыбка вот такая тоже простая. Особенно вот, когда качает в море, вообще бам-бам, и всё готово. Всё, друзья, всем пока. И до скорых встреч в следующих видосах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова